Собственно говоря, у Виолетты Чикаване день рождения. И у нее тема вечеринки, ну то есть ее днюхи Бёрнинг Мэн. Это такие, знаете, костюмы-купальники, там всякая вот такая история. И у меня вопрос, у нее уже завтра днюха, а я не знаю, где это взять. Ну и как-то я не особо люблю заморачиваться, на самом деле. У вас есть предположение, где это взять? Что в холодильник полезло и все видно было? Что вам было видно? Что вам там видно было? Господа мои любимые. Вы увидели мои шорты или что? Вы никогда не видели в жизни шорты? И вас это удивило? Пожалуйста, на, посмотрите на мои шорты, если хотите. Если вам это какое-то удивление сильное. Пожалуйста, мне не жалко. Жопу видели? Учерезненько. Как они видели мою жопу? Класс. В целом, я ищенко почти готова. Осталось. Да, я что, дура, что ли, без шортов? Вы меня вообще за кого принимаете? Вы когда-нибудь видели меня голой где-то? Спасибо большое, что я готовлю. Я готовлю яишенку и салатик. Спасибо большое. Вы мне так и не написали, или я пропустила, где взять наряд? Нет, я не поправлялась. Нет, ничего не было в квартире из посуды. Во всех квартирах сейчас, которые сдают, там не бывает вообще посуды, там ничего. Поэтому все посуды, сковородки, это все мое. Из Риги привет, спасибо. Сама его сделаю, у тебя все получится. Нет, сама я делать точно не буду ничего. Такие планы у нас дальше. Дальше планы работать. Мне надо доделать курс по макияжу, который я вам уже обещаю сколько. Потому что все время мы чем-то заняты. И у меня не получается его доделать. Мне надо домонтировать. То есть я его полностью записала. А мне теперь надо смонтировать каждое видео. Курс выйдет, когда я его доделаю, сладкий мой. Вы видите, что я то переезжаю, то еще что-то. И мне просто не хватает на него времени. Усложнений после операции на уши у меня не было. Единственное, это болезненная достаточная операция, но вытерпеть можно. Дела у меня прекрасно. Готовлю я яички. На завтрак просто. Я пойму яички, салатик. Кстати, к слову о длинных ногтях. Часто спрашивают, удобно ли что-то делать с такими ногтями. Знаете, если люди без руки, им удобно делать. А ногти, мне кажется, это вообще минимально, что может вам помешать что-то сделать. Это если вы не хотите что-то делать, то вы не будете делать. Как говорит моя мама, хорошему танцору яйца мешают. Простите. Вот это салат. Почему? А что? Ты левша? Нет, это правая рука. Это правая рука. Правая. Так. Никто не нанялся на доме, да? Два его очень понравились. Спасибо большое. Что за салат? Салат айсберг, помидоры и огурцы. Ничего сверхъестественного. Куски большие. Чем он большой кусочек, как кусочек. Не придумывайте, хорошо? Каждый готовит так, как ему нравится. Большие куски, маленькие. А, плохому танцору, да? Поняла. Я что-то перепутала. Гормональные. Гормональные нет. Маски для волос не делаю практически очень-очень редко. Холодильник закрепил, действительно. Вот видите, он на меня намекает. Какая разница, какие куски. Ну, надо же к чему-то придраться. Просто они... Так нельзя, надо. Каждый же эксперт во всех делах. Надо что-то прокомментировать. Куда без этого. Все верно. И так всегда. Я к этому привыкла. Поэтому отношусь абсолютно спокойно. В животе все будет очень мелко. Спасибо большое. Елена, ну, относительно 20 минут там езды. Та, холодильник уже закрыла. Тон волос я не знаю. У меня 23. Кто стоит позади вас? Вы же призраков не видите сзади меня? Не пугайте. Никто сзади меня не стоит. Большому куску и рот придется. Это точно. Какая разница, можно целиком положить. Вот именно. Приветик вам тоже привет из Челябинска. Спасибо большое. Бюджет у нас совместный. Серьги красивые. Это мне родители подарили на Новый год. Я их не покупала. Не знаю, где они ее взяли. Квартирка огонь. Спасибо большое. Я тоже очень довольна. Довольна. Довольны. Приятного аппетита. Спасибо. Кто вчера к вам приходил? Майя с Лешей. Мне нам подарили два бокала и три стакана. Покажу вам. Сейчас дорежу. Танюш, мне так нравится твоя тату. Спасибо большое. Обычно мои татуировки никому не нравятся. Квартира просто шикарная. Спасибо большое. Приятненько. Мы, кстати, ее вообще случайно нашли, наткнули. Здесь жила, на самом деле, хозяйка вообще. То есть, эту квартиру сдали первый раз. Но здесь до этого жила девушка Татьяна с мужем и ребенком. От ребенка тут остались немножко порисованные стены. Но мы потом это все закрасим. Это незначительно. Дети цветы жизни. Поэтому страшного ничего нет. Жду курс. Буду каждый день ходить красиво. Да. Это будет приятно. Если вы потом еще будете мне об этом писать. Что у вас все получается и все хорошо. Я вообще буду на 7, но у меня будет счастье. И понимать, что я это все делала не зря. Так, мой салат готов. Яйца тоже. Ой, что-то у меня потекли супы. Как только, так и сразу. Я вам сразу сообщу. Ой. Вам тоже приветик всем. Так, сейчас, секунду. Есть хочется. Переехали, потому что... Потому что места мало было в той квартире. Я стараюсь отвечать на вопросы. Веду эфир, потому что хочется немножко обрабатывать. Это моя страничка. Хочу, выхожу в эфир. Хочу, отвечаю на вопросы. Хочу, нет. Смысл. Хочу, котик. Хочу. 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 Вам тоже приветик огромный в Крым. Тур по квартире. Тур по квартире. Так у меня же сториз есть. Квартира полностью. Простые люди и сырыми едят сосиски. Но, Маша, их надо готовить, они и так не сырые. Это как вареная колбаса. Хлеб ешь с яичками, да, так просто нет. То есть очень редко. И мясо до соленьем, это очень вкусно. Санатик посолили. Взяли две веночки. Взяли две веночки. Подольску передаю привет. Сейчас, секунду, ребята. Ох ты, Витя, вкусненькая какая-то. Взяли две веночки. Серьезно? Я думала, это без веночек. О-о-о-о. Как ты это отливаешь? Что это? Отливаешься. Ты посмеешься надо мной? В жукусе. Вяленая, очень вкусная масса. Это, мне кажется, любое мясо очень вкусное. На лицо ты поправилась. Толстяшка. Хлеб бургульский засох. Засох? Угу. — Нет, в батарее сидится. — Угу. — Все попадало? — Как она в кухне выглядела на прошлой квартире? бокалы показываю бокалы вот такие классические и вот такие недавно подписалась на вас очень приятная девушка приятно вас видеть и слышать счастье вам и вашей семье спасибо большое вам тоже оставайтесь со мной у меня такой женский рай женский уголочек дальше а я и шинка стала мы с ним из одного года с кем сережек сколько лет родителям папе 47 квартира шикарная огромное спасибо что будет на ужин пока не понятно мне кажется надо сходить в супермаркет мира торг супы нет мне серьезно очень вкусно готовить солянку я очень люблю солянку а я чаще готовлю окружку ну из смысле не часто готовлю а ну я люблю солянку и окрошку солянка на сереже окрошка на мне семье по очереди готовим у нас просто своеобразная очередь приятно когда спать не без него в любое время суток спасибо большое я решила включить более естественную масочку на чем окрошку люблю на майонезе и сметане с обычной негазированной водой так аппетитно кушайте спасибо не ли салата был не заморожен потому что в холодильнике немножко заморозился я просто сильно наверно включила холодильник чтобы он морозил суп со шпрот шпротами это кто сказал тебе уксус в окрошку нет добавляю лимонную кислоту опухшая чё-то такая ага согласна с вами я не знаю почему мы вчера может из-за чая до чашки чая закривая креветка странная как сумасшедшая да я не люблю больше у тебя второй подбородок уже призывайте мне не есть где вязал хорошо иду все стоим и пойду ну я вчера ну да мы еще квартиру разбирали чуть-чуть и от которых мы отекли у меня уже лицо отекшее немного я перестарался соль влюбился в тебя в доме да к чертовам мы идем на день рождения вот поэтому я и спрашиваю прямо в эфире где мне взять одежду на ее день рождения капец какие все озлоблены о хейтеры нашли бак нет долгает эфир потому что у нас как-то интернет здесь странно работает очень странно интересно как можно проверить я помню прямой эфир с окрошкой теперь всегда готовлю очень вкусно спасибо большое я снова ответить за против спасибо позвала ты свежих грибов ты это делал нет никто не делал ну все в шоке что можно есть сырые грибы да ну просто попробуй не слушай никого сухой тару подбородов я согласна у меня его нет только еще и усак с поднятой ногой есть нельзя почему я всегда так ем я готовлю но не часто и заказываем еду и серёжа готовит и я очень редко но готовлю ну так все в перемешку колечко почему не ношу потому что мне делал серёжа массаж и я когда голову подпираю она мне давит я его сняла санюшка езжай ко мне готовить будешь а нашли тут шоколара да без ноги вообще кушать не так вкусно я не смогла бы быть блогером и нервная система не выдержала бы с радиусом да ну на самом деле это сначала тяжело когда вы только становитесь блогером а потом вы к этим людям относитесь наоборот с любовью вы же понимаете что они за мной наблюдают если человек мне нравится за ним никто не наблюдают и не хочет его видеть и знать поэтому я к ним отношусь очень хорошо серёжа я познакомилась на работе на его и потом моей что я устроилась к нему работать вообще просто удивительно вкусно да вот мы иногда супы и и квартиры снимаем за 55 но по сравнению с той квартиры у нас та квартира стоила 49 тысяч и там было всего 52 квадрата а здесь квартира стоит 55 на 6000 дороже и здесь 85 квадратов хайлайтер ливгош сейчас я обычно ем вы меня смущаете я ем вот так в перемешку не как леди в ресторане да есть посудомойка слава богу в той квартире она у нас была но она была настолько маленькая что за данные наши тарелки не владили большие очень хорошая цена за такую квартиру я думала тысяч 80 нет для меня это много как мило Серёжа молодец он всегда так делает мы безумно гармоничная пара вот сейчас там в Одессе у Серёжи нет брата случайно Серёжа есть родной брат но он в Киеве у него есть девушка студию не показываю потому что я её закрыла у Серёжи я работала администратором квартира находится в Путинково на своё жильё когда планируете когда определимся где мы хотим жить тогда всё будет чем сейчас заниматься кломе блогерства курс создаю вес 57 килограмм про наши знакомства с мужем Рассказываю Рум тур есть сторис я сегодня уже выставила я переехала жить в Одессу со своего маленького города и мне надо было найти работу я хотела устроиться представителем сигаретной компании которые ходят по клубам и предлагают сигареты вот я уже начала изучать там всё про сигареты у меня выбора не было надо было быстро найти работу чтобы задержаться в Одессе большой город потому что я сама из совсем маленького города там 35 тысяч населения 45 Одесса город миллионник и я была на панике вот я короче уже практически всё изучила про эти сигареты и тут мне в инстаграме у меня было шесть пять тысяч подписчиков ну короче очень мало мне пишет Серёжев директ со страницей его бизнеса Куба здравствуйте не хотите прийти поиграть вот а у меня денег нет а мне предлагают ну как они у меня есть но не на развлечениях я думаю блин бесплатно прийти поиграть конечно и я говорю да приду я прихожу в Куб а там Серёжа выходит я на него смотрю он ничего и слова не сказал и я ну вот честно я не знаю поверите вы мне или нет но у меня такой в жизни был первый раз что я вижу человека он ещё и слова ни одного не сказал а я смотрю на него и понимаю что ну я влюбилась во всех смыслах этого слова то есть не то что он мне понравился а именно я влюбилась и я даже перепугалась думаю что теперь делать я его даже не знаю не знаю как его зовут вот вот на тот момент я была в отношениях а потому как оказалось а и я прям там когда мы играли в игру в его клубе я решила напрямую спросить вам случайно сотрудники не нужны он говорит нужны а я хотела задержаться понимаете мне и работа нужна но и он мне так сильно понравился что я не могла просто уйти и всё пока судьба моя вот поэтому я у него спросила он говорит да нужны и всё и я осталась ну как мы поговорили он говорит приходи там на собеседование туда-сюда обсудим всё у меня ещё есть партнёр надо чтобы он тоже там с тобой познакомился я говорю хорошо я довольна ухожу домой начинаю как-то его искать а я кроме того что его зовут Серёжа вообще ничего не знаю очень честно я стесняюсь рассказать и я начинаю искать его в соцсетях я его нашла с трудом но нашла захожу на его страничку вконтакте и вижу что он женат у меня весь мир весь мир обрушился в тот момент у него ещё даже видео было на странице с предложением как он делал жене и я была в шоке я очень расстроилась прям очень сильно но уже как бы обратный обратного пути не было и я начал ходить на работу там мы начали общаться мы филиртовали скажу честно но это как-то было знаете очень по-детски по-смешному ну и я просто на тот момент мне было 18 лет и я была ну немножко ребенком что в поведении что везде ну как с прямом бахом короче нет я не была замужем в тот момент я была в отношениях и ну как бы было сложно очень сложно с ним работать я была безумно просто счастлива переходить на работу это было вот знаете даже сейчас это был все равно мой самый счастливый период в жизни вот правда со всеми моими взлетами падениями я тогда зарабатывала гораздо меньше чем сейчас но я понимаю что ярче этого момента в моей жизни ничего не было потом собственно говоря мне случайно так же я работала проработала там 8-9 месяцев Сережа поработал со мной 2 наверное 3 месяца может быть если не меньше Сережа сколько ты со мной работал пару месяцев и потом он ушел и нанял мне сотрудника это была еще одна боль моя что он уходит и все и теперь мы не будем работать каждый божий день вместе я его не буду так часто видеть и ну у меня была правда я прям ревела домой в слезах приезжала потом эти слезы оправдывала какой-то там невероятной историей что меня люди достали которые приходили короче он ушел все я работала уже с сотрудником и через время мне пишут с с этого с дома 2 ну как бы там какие-то менеджеры кто-то кастинги не знаю они мне написали в инстаграм не хотите прийти на дом 2 я дом 2 никогда в жизни не смотрела представляете девочка которая переехала всего лишь 8-9 месяцев прожила в городе миллионнике которой 18 лет говорят ей за какой-то дом 2 который она в жизни ни разу не видела и я такая села прочитала сообщение сижу думаю ой наверное это какой-то развод какой кастинг какой дом 2 какое телевидение и при чем тут я вот я короче думаю ладно спрошу у Сережи что он скажет я такая не у родителей не у кого-то другого а именно у Сережи я говорю Сережа так и так меня тут на дом 2 позвали что думаешь идти или не идти я так надеялась что он сейчас скажет нет не надо что ты там забыла найдет какие-нибудь поводы отговорить лишь бы я была здесь рядом с ним ну а что сказал Сережа то есть конечно что ты здесь забыла говорит ты типа зарабатываешь тут 12 тысяч рублей это я уже ну перевожу вам в рубли ты тут зарабатываешь 12 тысяч рублей говорит так себе успеха говорит карьерного роста пока не предвещается потому что мы сами все мало пока зарабатываем потому что на тот момент был один клуб в Одессе только вот а не один три было уже в Киеве в Одессе и в Днепре и он говорит ну типа что ты будешь тут сидеть торчать работать на меня говорит попробуй может там что-то удастся какое-то предложение будет я так обозлилась я даже ну на самом деле мне так было страшно и я ну совсем не хотела туда ехать если честно но я понимала что если он меня отправил мне надо ему отомстить ах ты козел ну все уеду и больше ты меня никогда не увидишь ну и все я собрала вещи прошла там через ну как я прошла кастинг на этом кастинге я записывала видео в скайпе вообще такое разговорное и я думала куда меня там возьмут ну типа позвать позвали но там же надо еще кастинг пройти онлайн я что в Украине в Одессе звонит мне звонит мне чувак а он ну такой секавый был секавый никто не знает что это такое короче интересный кроме украинцев он был очень интересный такой своеобразный позитивный он мне начинает задавать вопросы типа кому вы пришли что что для тебя любовь и так далее такие вопросы мне страшно так было я по итогу что-то у меня сопли текут я по итогу очень переживала записала там какую-то фигню ему наговорила в этом скайпе он говорит все через два дня вам перезвонят вот это знаете вам перезвонят мне ассоциируется что мне никто не перезвонит по итогу я гуляю своей сестрой по торговому центру в Одессе как раз я была в примерочной мне звонит какой-то номер и говорю здрасте я Светлана кастинг директор дома 2 хочу вам сообщить поздравить вас ну вас взяли пришлите мне паспорт я вам вышлю билеты я там как была в этой примерочной в Одессе вот так рухнула и сижу и думаю что мне делать в смысле взяли а я была ну убеждена что я нахрен никому не надо и никто меня брать никуда не будет но меня взяли и все я начала заниматься потом загранпаспортом потому что у меня его не было не было в этом необходимости я себе сделала загранпаспорт спустя месяц проработала как раз у Сережи еще месяц насобирала 12 тысяч рублей за месяц вообще их не тратила и потом переехала в Москву в плане тут уже общение с Сережей оно у нас прервалось на полгода то есть было такое то мы списываемся как дела то не списываемся ну такое через три месяца там дают только на доме 2 зарплату у меня она была восемьдесят пять тысяч или восемьдесят две на самом деле очень мало я сначала думала что это так много на контрасте с тем что я получала двенадцать тысяч но для Москвы это очень мало ну вообще в целом если ты хочешь жить не то чтобы даже на широкую там ногу да роскошную даже для обычной комфортной просто жизни комфортных условий восемьдесят пять тысяч это ничего так что вот такая вот у нас история потом со временем как-то мы начали чуть чаще общаться уже когда я ушла ну как часто мы я ушла с проекта мы вообще практически не общались одно сообщение раз в году и потом что-то резко все изменилось мы начали переписываться сон мне первый как-то начал проявляться обычно всегда я была инициатором вот так что такие дела это из разряда твое от тебя не уйдет да это точно встретились где здесь в москве уже я его очень долго уговаривала приехать ко мне в москву я говорю все я езжу в одессу мы там видимся врет и когда приедешь ко мне в москву ну все вот через неделю через две и я думаю ой вообще не приедет значит и он хотел мне сделать сюрприз он списался с Ирой хотел мне сделать приятно чтобы Ира позвала меня в кино он хотел приехать из Одессы сюда в Тихарку он хотел чтобы Ира позвала меня в кино мы пришли с Ирой на какой-то фильм а он сел сзади нас и потом он хотел мне писать сообщения какие-то ну то есть со мной переписываться типа сказать что там он скучает либо я скучаю и в этот момент меня обнять ну все планы рухнули такого романтического развития событий не было потому что потому что он немножко затупил вот нет потому что мы отменили эти истории нет в смысле отменили я просто думал приехать не в кино а типа ну как-то дома можно зайти ну как-то я рассказала что в кино Ира как-то нацелла что типа это было бы классно сейчас я найду переписку с Ирой и я если еще не забыла он не так сережа развелся да он развелся еще когда я на проекте была мы с Серой дружим все хорошо да Ира убил романтику просто в пух и праха разнесла какой крабик вот это что ли откуда я знаю сколько он стоит я даже не знаю откуда он у меня так ладно сладкий мой я пойду мне надо знаете что сделать найти наряд на день рождения Виолетта Чакова который уже завтра поэтому я пошла на поиски если что не теряйте меня я буду в сторис всех люблю спасибо большое за внимание за все комментарии за то что вы послужили мою историю это очень приятно очень много приятных слов спасибо что отреагировали абсолютно адекватно развелся он не из-за меня он развелся еще когда я была на проекте я об этом не знала мне об этом вообще сказали другие люди все спасибо 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 спасибо